Римлянам 9 глава, с 19 по 21 стих. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, или кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Очень часто этот текст цитируют кальвинисты для того, чтобы обосновать свое убеждение, свою веру в Божье предизбрание. Я не кальвинист, и я не собираюсь сейчас вам рассказывать о том, что одних Бог людей определил на вечный ад, а других на вечное проклятие, даже независимо от того, хотят ли люди того и другого. Я не верю в один из пунктов кальвинистов, но я верю в то, что написано в Библии. И здесь написано, что Бог обладает властью, и он ни с кем этой властью не делится. Ну вот мы как думаем? Например, если какой-то монарх хочет принять какое-то решение, ну допустим, он собирает свою семью и обсуждает. Или, например, если это какая-то конституционная монархия, допустим, он собирает парламент. Или если это демократическая, допустим, он собирает народ, и народ выносит свое решение большинства. И мы так иногда переносим то, что окружает нас в мире, мы переносим на Бога, и думаем, что Бог с кем-то советуется, или Бог интересуется мнением своего творения, как ему поступить и что ему делать. Но это не так. Бог, он абсолютно не зависит от своего творения. Бог не нуждается в своем творении. Знаете, нет в нас что-то такого, от чего Бог зависит. Или, например, если мы думаем, ну Бог должен, знаете, а Бог на самом деле нам ничего не должен. Он не является нашим должником. Мы ничего такого не можем сделать, чтобы ему было хорошо или плохо. Настолько творение зависит от своего творца, что оно не может ни диктовать, ни претендовать на то, чтобы что-то указывать Богу. И вот смотрите, что же происходит. Я хочу вам показать всего 10 примеров. Это будут короткие примеры. Я не буду каждый из них объемно, скажем так, объяснять. Они достаточно просты и понятны, чтобы не требовать никакого объяснения. Но я вам покажу 10 примеров, как Бог избирает одно и совершенно игнорирует другое. Ну, начнем с самого большого. Бог избрал лишь одну солнечную систему. Бог сотворил множество миров. Я знаю, что есть сегодня многие христиане, которые верят в плоскую землю. Ну, и это вопрос веры. Если вы когда-то сталкивались с этим, видели эти форумы, обсуждения, круглая земля, плоская земля. Дело в том, что те, которые верят, что земля плоская, это вопрос их веры. Те, которые верят, что земля круглая, это тоже вопрос их веры. Потому что ни они не видели плоскую, ни я не видел круглую. Мы всего лишь верим. Правильно? Ну, как Австралия. Кто из вас видел Австралию? Мы верим, что где-то есть Австралия. Нам ученые говорят, нам картографы говорят, нам экспедиции какие-то говорят. Это всего лишь вопрос веры. Никто не положит свою жизнь, не положит свою голову на плаху ради того, чтобы отстоять истину о том, что земля плоская. Я не видел еще ни одного плоскоземельщика, который готов пожертвовать своей жизнью, доказав, что да, земля плоская. Ради этого никто не пойдет на смерть. Ради Христа – да, потому что Христос истина. Ради Евангелия – да. Но ради теории не найдутся сегодня здравомыслящие люди, которые готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы отстоять свое убеждение о том, какого размера земля. Так вот, Бог избрал одну солнечную систему, поэтому все сторонники Большого Взрыва, которые рассказывают о множестве солнечных систем, о множестве планет и приспособленных для жизни условий, они могут, так сказать, покинуть аудиторию. Бог избрал только одну солнечную систему, где поселил жизнь. И это солнечная система, это солнце, которое восходит каждое утро, и это земля, на которой мы обитаем. И в Бытие, в первой главе мы так и читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Да, даже если существуют тысячи и миллионы солнечных систем, даже если это так, то Бога в настоящее время интересует всего лишь одна. И что происходит здесь? Его не интересует, что происходит там в созвездии Кассиопея, его интересует, что происходит здесь. Поэтому сюда пришел его сын, поэтому здесь была принесена эта жертва, поэтому здесь есть люди, которых Бог захотел спасти. Дальше из солнечной системы мы будем сужать, и мы знаем, что есть восемь планет, которые вращаются вокруг Солнца. Опять же, ученые нам говорят, мы лишь можем либо принимать это на веру, либо как-то там в телескоп наблюдать и делать какие-то выводы. Есть восемь планет. Самое близкое к Солнцу – это Меркурий. Там очень жарко, там невозможно жить, там непригодные условия. Потом идет планета Венера. Потом Земля, потом Марс, потом Плутон, Нептун и так далее. Но Бог избирает одну планету из восьми. Он не расселил жизнь на всех планетах. Он выбрал одну, которая имеет идеальные условия для жизни. Идеальное отдаление от Солнца, чтобы не замерзнуть и не сгореть. Идеальный состав атмосферы, чтобы дышать. Идеальный размер самой Земли, чтобы иметь нормальное притяжение. Чтобы не улететь от прыжка или чтобы не быть придавленным силой тяжести. То есть Бог создал и выбрал идеальное место, ограничив свой выбор на одной планете. И мы читаем об этом в первой главе «Бытие». Но еще есть интересный текст в книге пророка Амоса, 9 глава, 2 стих. Бог положил пределы человеческому обитанию. И эти пределы ограничены землей. Можно возразить, ну вот американцы в 70-х годах летали на Луну. Да, они могут летать, но они не могут там жить. То, что Илон Маск мечтает построить какую-то возможность жить на Марсе, это всего лишь фантазии. Туда можно долететь, возможно. Можно какое-то время побыть, но обязательно человек должен вернуться. Он не может жить в тех условиях, которые Бог не создал для него. И знаете, это тоже попытка человека продемонстрировать Богу. Ты сказал, я не могу, а я могу. Ты сказал, я не должен, а я буду. Это всего лишь еще раз попытка снова и снова творению показать Творцу, как будто бы мы что-то из себя представляем, какую-то серьезную силу. Знаете, смешно и грустно с другой стороны наблюдать, когда происходит цунами, и когда всего лишь 50-метровая волна смывает город за городом, поселение за поселением. И вот эти сильные люди, гордые люди, уверенные в себе люди, которые создали технологии, которые построили дамбы, это просто вода смывает это все. Всего лишь вода. И где это силы, и где это величие, и где это напыщенность? А вот, например, человеческое тело. Маленький кислород воздуха попадает вам в голову, и все. Тромб оторвался, все. Кислород попал где-то там в вену, инсульт, смерть, все. Никто, никто может это все контролировать. Кто может поручиться, что я завтра буду таким-то и таким-то? Ну вот посмотрите на ухо-да-носсор. Он как-то обошел свое царство, посмотрел, сказал, ай да я, ай да на ухо-да-носсор. Господь сказал, хорошо, будешь есть траву. Вот и весь ты, вот и вся твоя сила. Дальше мы идем, и давайте прочитаем Амоса, 9 глава, 2 стих. И мы читаем, хотя бы они зарылись в преисподню, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда низвергну их. То есть Бог определил человеку место обитания, и это земля. Бог избрал одну планету и на ней поселил человека. Далее, третье. Бог избрал одну форму жизни. Поэтому все сторонники прав животных, экологических всевозможных активистов, таких как Альберт Гор, или вот в Европе есть, когда-то она была маленькая девушка, сейчас она уже взрослая девушка, Грета Тамберг или Тумберг. Вот она ратует за то, что человечество живет неправильно, что нельзя там засорять природу. Я согласен, нельзя мусорить там, где живешь. Но, знаете, это набирает такие формы, что творение становится выше, чем то, для кого это творение было создано, для человека. Поэтому все эти люди, которые борются за этическое обращение с животными и прочие экологические вот эти сумасбродства, которые иногда просто превращаются в религию, они все могут просто освободить, как говорят, аудиторию. Бог избрал только одну форму жизни, в нее вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. И это не собака и не кошка, и это не птица, и это не орел, это человек. Сегодня эти сторонники экологии так борются за права творения животных, кошек, собак, строят им приюты, устраивают им хорошую жизнь. Но когда лежит человек, и в чем-то нуждается, или он болен, они просто переступают через него. Знаете, это тоже обман дьявола. Бог не возвеличил кошек и собак. Да, он дал им для того, чтобы они могли служить своему господину Адаму, который был поставлен венцом и главой этой земли. Но когда дьявол настолько затуманивает разум, и люди начинают заботиться о правах животных в то время, когда они готовы миллионами убивать детей, то ли через аборты, то ли через какое-то другое приспособление, это тоже помешательство, это тоже своего рода бунт против Бога. Поэтому Бог избрал только одну форму жизни, и мы об этом читаем в Бытие в 1 главе 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Ни одно животное не сотворено по образу Божьему. Ни в одно животное Бог не вдохнул свой дух жизни». И дальше мы читаем в 8-м псалме, в 5-м, 10-м стихе. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его предангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкую над делами рук твоих, все положил под ноги его». Бог избрал одну форму жизни, и это человек. Человеческая раса. Далее. Из всех народов мы знаем, когда произошел потоп, у Ноя было три сына. Сим, Хам и Афет. Бог избрал из трех одного. Это Сим, от которого должен был произойти мессия. Он не выбрал всех троих, он отдал предпочтение одному. Сегодня, когда вы отдаете предпочтение чему-то одному, игнорируя что-то другое, это называется дискриминация. Вот здесь Бог проявляет такую дискриминацию. Он говорит, Хам, нет, не подходишь. И Афет, не подходишь. Я выбираю Сима. Ну почему Господь? А что в нем такого? Он что, лучше, чем я? Нет, я Бог, я так хочу. Я не должен тебе объяснять, почему. Я Бог. Это Его решение, это Его суверенная воля. Она не зависит ни от наших желаний, ни от наших требований, ни от наших условий, ни от наших каких-то ультиматумов. Бог это делает по своему предведению, по своей премудрости. И вы скажете, какая практическая вообще часть всего этого послания? Доверие к Богу. Во-первых, мы должны знать, какой Бог. А во-вторых, мы должны Ему доверять. Если что-то Бог в нашей жизни делает, мы часто думаем, Господь, почему Ты меня вел этими путями? Почему Ты меня провел через эти обстоятельства? Это то же самое, что сегодня люди не согласны с тем, что Бог делает выбор на чем-то одном и игнорирует или пренебрегает всем остальным. Бог лучше знает, что для нас хорошо. Разве вы, когда у вас рождаются дети, не лучше ли знаете, что хорошо для них? Они всегда согласны с этим? Они всегда счастливы от ваших решений? Но вы знаете, что лучше для них? Вы знаете, что безопаснее для них? Поэтому это имеет очень практическую часть. Итак, Бог избрал одну расу, поэтому все сторонники, то, что есть какая-то сверхраса, помните, нацисты, которые говорили о том, что есть сверхраса, арийская. Поэтому все должны быть в рабами, или там евреи, цыгане и прочие славяне должны быть уничтожены или порабощены, а вот только одна раса будет возвышена. Но Бог не избрал арийцев. Бог даже не избрал американцев. Бог не избрал русских. Бог избрал Сима, от которого произошел в дальнейшем Авраам, и который стал родоначальником народа израильского. Далее Бог избрал один регион. После того, как он избрал Сима, который стал родоначальником иудеев, отсюда антисемит, то есть против Сима, против выбора Бога. Антисемитизм – это против Божьего выбора. Бог избрал один географический регион, и это не Северная Америка, и это не Европа с ее интеллектуальными богатствами, и это не Россия с ее недрами, и это не Саудовская Аравия с ее нефтью. Бог избрал одно место, и это место находится в Израиле. То есть Бог мог выбрать, скажем, что-то по усмотрению человека более подходящее для своего избранного народа, но Бог избрал именно это место. И дальше, шестое, Бог избрал один народ. Опять можно перечислять, что Бог не избрал выходцев из США, России, Китая, или арабский халифат, или еще каких-то представителей. Бог избрал один народ, и это народ израильский. В 12 главе Бытие мы читаем, «И сказал Господь Бог Аврааму, пойди с земли твоей, от родства твоего, и от дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ». Вот на кого пал Божий выбор. И на этом все не ограничивается. Из целого народа Бог избирает одно колено. Было 12 сыновей у Иакова. Но Бог избирает одно колено, это колено Иуды, и говорит, «Из тебя произойдет Мессия». Бытие 49 глава, и мы читаем пророчество с 8 стиха. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи, сын мой поднимается, преклонился он как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересл его, доколе не придет примиритель». Вот Бог избирает одно колено, от которого придет примиритель, и дальше очень важные слова, «и ему покорность народов». Представляете этот день? Я часто, насколько мне позволяет воображение, знаете, смотря на президентов, на финансовых воротил, на людей, которые обладают огромными ресурсами, как говорят, что 99%, 1% населения владеет 99% ресурсов этой земли. И вот когда я смотрю на всех этих богатых, могущественных людей, например, на религиозных лидеров, Далай-Лама, Папа Римский, Патриарх, когда я смотрю на Билл Гейтсов, когда я смотрю на политиков, которые сегодня держат Америку в своих руках, или Европу в своих руках, или Россию в своих руках, я думаю, ну как так может быть, что они однажды покорятся плотнику из Назарета? Знаете, если бы он всегда был плотником из Назарета, они бы никогда не покорились ему, но когда он явится во второй раз, он не придет, как плотник из Назарета, он придет с силой, с властью, он придет вооруженный, он придет с армией, это не будет, знаете, мирная передача власти, вы можете себе представить, чтобы все эти люди отказались от всего своего имущества, от всех своих земель, от всех своих ресурсов, и все это сложили к ногам Иисуса Христа добровольно, вы думаете, они это сделают? Нет. Какой правитель отдаст это какому-то самозванцу, как они думают, поэтому Христос возьмет это все силой, будет война, настоящая война, читая 65 главу Исаия и веря тому, что там написано, он топтал точила во гневе своем, и у него спросили, откуда у тебя столько крови на одежде, и он говорит, я топтал народы во гневе своем, и никого не было рядом со мной, и дальше Бог избирает один город, и это город не Нью-Йорк, не Париж, не Москва, не Рим, не Лондон, не Токио, это Иерусалим, один город на земле, за которого воюют уже три с половиной тысячи лет, а если бы вы приехали в Иерусалим и посмотрели бы его с Ильонской горы, ну что там-то в Иерусалиме, особенно в пределах стен старого города, кусок земли, грязь под ногами, ну сколько крови, крови пролито, сколько смертей, сколько жизней принесено в жертву, а чего ради, а потому что Бог там поставил свое имя, потому что это место, которое названо престолом или подножием Божьих ног. И дальше мы уже идем к концу, давайте прочитаем про Иерусалим, это Матфея, пятая глава, тридцать четвертый, тридцать пятый стих, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что это он город великого царя. И в 121-м псалме в 6-м стихе мы читаем призыв к нам и ко всем любящим Богом молиться о этом городе. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. И еще один текст из псалма 47-го в 3-м стихе записаны такие слова. Прекрасна возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. И 9-е Бог избирает одно имя, которое станет спасителем всего человечества, которое станет главой всего человечества, которое станет самым лучшим представителем всего человечества. Это Господь Иисус Христос. Вы помните, да? Он 100% Бог и он 100% человек. Он не наполовину Бог, наполовину человек. Это не кентавр, знаете, как смешанные человеки-животные. Нет, в нем присутствовала вся полнота божества телесного. И он сам был человеком, потому что родился от человека. Обладал такими же возможностями, которыми обладали мы, такими же немощами. Нуждался так же, как и мы. спал, кушал, уставал, переживал, плакал. То есть в нем было все то, что есть в нас. Он был человек. Он не просто, знаете, пришел, Бог с неба оделся в эту одежду и имитировал скорби. Нет, он скорбел. Разве он не плакал в Русалиме? Разве это не было искренней скорби? Ему было больно, когда в его руки убивали гвозди, это было больно. Он чувствовал эту боль, он терпел эту боль. Бог избрал одного человека, и это не Будда, и это не Магомед, и это не любой лидер сегодняшнего мира. Это Иисус Христос. И в Деянии апостолов мы читаем в 4 главе в 12 стихе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого, кроме имени Иисуса Христа. И во 2, и в 1 Тимофеево в 2 главе мы читаем в 5 стихе. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком. Кто? Человек Иисус Христос. Бог избрал из всех миллиардов людей одного человека, который станет ходатаем, поручителем, жертвой, избавителем, и все это возложил на него. И последнее, я завершу, Бог избрал одну книгу. Это важно. Это наше основание. Мы вчера с братьями рассуждали о разных переводах, которые сегодня заполняют полки христианских магазинов. И каждый новый перевод что-то забирает отсюда. То слово, то два. Вчера Виталий был шокирован, когда нету целых стихов. Я говорю, прочитай там Матфея 5, 37. Нету этого стиха. Как нету? 36 есть, 38 есть, а 37 нету. И потом следующий, следующий, следующий. Это очень ценно, что у нас сегодня есть Слово Божие. Потому что это наше основание. На нем мы строим наше убеждение, нашу веру, нашу жизнь. Если, говорит Писание, у праведника отнять основание, то что с ним будет? Возьмите дом и уберите основание. Что будет с этим домом? Разрушится. Возьмите Библию и уберите основание вашей жизни Библии. Что будет с вашей жизнью? Разрушится. Будет хаос. Будет смятение. Будет страх. Будет неуверенность. И это то, чем сегодня живет мир. У них нет Библии. Нет, она у них есть. Но они ни во что не ставят ее. Знаете, эта книга обладает такой же природой, как Иисус Христос. У нее есть человеческая природа, потому что писали люди. Но у нее есть и божественная природа, потому что вдохновил Бог. Думали когда-то об этом? Эту книгу так же ненавидят, как ненавидят Иисуса Христа. Эта книга такая же вечная, каким вечным является Иисус Христос. Эта книга. Бог избрал одну книгу. Не Капитал Маркса, не Коран. Бог избрал эту книгу. И в этой книге сокрыл все сокровища и премудрости. Благодаря этой книге мы знаем все, во что мы верим. Скажите, пожалуйста, если бы не было Библии, вы бы могли знать о существовании Бога? Да, да. Вы бы посмотрели на звезды и сказали бы, ну кто-то создал это. Вы бы посмотрели бы на растения и сказали бы, ну кто-то создал это. Но как бы вы знали, кто он? Какой он? Что он хочет от вас? Для чего он вас создал? Что вам делать? Откуда вы пришли? Куда вы идете? Все здесь. Поэтому Бог избрал. Вот такой у нас Бог. И я хотел, ну как, основное, что вы, что оставить сегодня для вас, чуть-чуть больше узнать о нашем Боге. Какой он? Он избирательный. Он ни с кем не советуется. Он избирает то, что считает нужным. И в конечном счете это становится самым лучшим. Почему? Потому что, когда Бог избрал, если перечислить все эти 10 избраний, солнечную систему, землю, человека, землю, в которой этот человек будет жить, потомство, рот, колено и так далее, в конце концов, кому это приводит? К Иисусу Христу. Видите, Божье избрание ведет вас к тому, кто стал за вас поручителем, кто стал за вас жертвой. Вот ценность Божьего избрания. Поэтому, братья и сестры, друзья, перед тем, как мы будем молиться, в нашей жизни тоже есть вещи, которые для нас избрал Бог. И мы можем пойти двумя путями. Мы можем сказать, как говорит этот мир. Знаешь, Господь, твои планы хороши, но я выбираю себе свою жизнь. И чем все закончится? Бедой. Для этого мира все закончится бедой. Почему? Они выбрали свой путь. Но, если христианин доверяет Богу, и когда Господь ведет разными обстоятельствами, по плоти мы можем возмущаться, по плоти мы можем жаловаться, но, если мы понимаем, что это является наилучшим, потому что Бог никогда не ошибался в своем выборе, и когда мы на это полагаем свое основание, тогда мы в безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok